Прежде чем начать наш ролик, я хочу прорекламировать Яндекс.Маркет. Если вы хотите заказать какие-то товары, ниже ссылочки я оставлю под нашим видео, перейти по этим ссылочкам и заказать данные товары. А с нашим промокодом ЕДАВАМ будет выгоднее и дешевле. Заказывайте через наши промокоды. Ну и самое интересное, самое интересное. Если ты нас смотришь, поставь нам лайк и отреагируй как-нибудь. Добрых денечков и вечерочков, дорогие наши друзья. С вами Анастасия, вы на нашем канале ЕДАВАМ. Давно не виделись, как ваши дела, как ваше настроение. Пишите обязательно в комментариях. Давно у нас не было проверочки из тиктока. Я хочу один рецептик попробовать. У меня готовила так подруга, и моей подруге делала еще подруга. И, в общем, они мне посоветовали, они увидали этот рецепт в тиктоке и сказали, что получается просто изумительно. Пальчики оближешь. Сегодня я попробую при вас приготовить этот прекрасный рецепт. Называется это наггетсы, как из кейфси. Весь список ингредиентов я оставлю под видео в описании. И все громовки тоже. Давайте приступим. Я пока буду нарезать наше куриное филе. Берем пару столовых ложек соевого соуса. Выливаем. Одну столовую ложку оливкового масла. У кого нет оливкового масла, можно и обычное, рафинированное. И засыпаем любимыми специями. В моем случае это острый красный чили перец. В соль я не буду добавлять, так как у нас тут соевый соус. Можно пряные травы добавить. Еще и чеснок сушеный. Будет очень вкусно. И сухой чесночелло добавляем от души. Чеснок сухой, он вообще вкусный в принципе. Перемешиваем нашу консистенцию. И оставляем отдыхать на 10 минут. Пока я займусь планировочкой. Берем одно куриное яйцо. Добавляем где-то, может быть, столовые ложки, две штуки. Можно даже три. Две маловато. Три. И размешиваем, размешиваем, размешиваем. Кстати, если вы любите поострее, вы можете и сюда тоже добавить паприку. Паприку или специи. Ну и что я делаю дальше? Я беру чипсики. Берите чипсы на ваш вкус. Пускай они будут вашими любимыми. И долбим их в мелкую-мелкую крошку скалкой. Сухари, сухари, чипсы муя с сухарями. Ах, запашок детства напоминает. Мне папа раньше такие чипсы любил брать. Высыпаем крошку нашу на тарелку. Это все Зулька рекламировала нам эти наггельцы. Так что, Зулек, по твоему рецепту готовим, можешь сказать. Если ты нас смотришь, поставь нам лайк и отреагируй как-нибудь. Ну и самое интересное, самое интересное, что мы будем делать. Мы берем филе, кусочек, сначала в муку, потом в яйцо, а потом в чипсу и на пергамент. Но, если у вас нету пергамента, как в моем случае, я, к сожалению, забыла его купить, честно скажу. Смазать немного маслом противень и отправить просто на противень. Вот и все. Делов-то. Вот такая красотища получается. Убираем в духовой шкаф на 20-25 минут, 200 градусов. Продолжение следует... Какая красота! Ну, я бы не сказала, конечно, что прям как телевсишная получилась, но и по запаху, и по виду даже очень неплохо. Давайте попробуем, что тут у нас получилось. Вкусно! Очень даже вкусно! Ну, я не знаю, правда, в KFC так получается или нет, но это правда вкусно. Мне понравилось. Ну, что хочу сказать, рецепт работает, он действительно очень вкусный, правда, прям необычный. Не могу сказать, что прям как из KFC, мне кажется, даже вкуснее, правда. Поэтому готовьте, и я буду обязательно тоже такое готовить. Это готовится очень-очень легко. Спасибо, что смотрели нас, дорогие друзья. С вами была Анастасия, вы были на нашем канале Еда Вам. Готовьте с нами, готовьте вкусно. До следующей пятницы и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok